Добрый вечер, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня мы проводим тематический вебинар «Ставка на золото». Перед началом вебинара необходимо проверить качество связи. Если меня слышно и видно, поставьте, пожалуйста, плюсы в чат. Отлично! Большое всем спасибо! Мы начинаем наш вебинар. Сегодня у нас инвестиционная идея. Сегодня я вам расскажу про золото, как на нем можно заработать в ближайшие месяц-два. И будет вам предложено готовое торговое решение, где открыть позицию, где поставить стоп-лосс, где поставить тейк-профит и как управлять с капиталом, то есть какой риск на сделку и на какую доходность можно рассчитывать. Для начала мы рассмотрим макроэкономическую картину, затем рассмотрим теханализ и потом уже отдадим торговую рекомендацию. Если у вас возникают какие-либо вопросы по теме нашего вебинара, обязательно задавайте их в чат. Не стесняйтесь, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Для начала рассмотрим, что же такое золото, как его используют трейдеры, инвесторы во всем мире. Необходимо отметить, что золото – это у нас защитный актив. Инвесторы используют золото как защитный актив от инфляции, а также от геополитических рисков. Необходимо сказать, что в условиях усиления инфляционного давления, то есть в условиях роста инфляции, золото пользуется повышенным спросом, потому что инвесторы хеджируют свои инфляционные риски. Аналогичную картину рост котировок драгоценного металла можно наблюдать и в периоды различных политических кризисов, терактов, а также различных военных действий и прочих катастроф. В общем, периоды различных форс-мажорных ситуаций. Когда у нас в мире форс-мажор различный, вот допустим, сейчас у нас в мире тоже геополитическая напряженность присутствует, потому что есть у нас конфликт на Украине, он до сих пор не исчерпан, по-прежнему там вооруженные действия, то есть он получается даже в какой-то степени усиливается, там уже война вступает в такую активную фазу, сейчас уже будет война до победного, и также мы наблюдаем нестабильность на Ближнем Востоке, в Ираке наблюдаем нестабильность, в секторе газа между Израилем и Палестиной, в общем, присутствует геополитическая напряженность в мире, и на этом фоне тоже в последнее время золото пользовалось спросом. Так вот, когда у нас нету роста инфляции, не то, что у нас обязательно должна быть, допустим, дефляция, просто инфляция не растет, находится на низком уровне, консолидация, скажем так, и отсутствуют геополитические риски, или они, допустим, уменьшаются, то трейдеры избавляются от драгоценного металла и ищут более высокодоходные инструменты. Поэтому сегодня мы рассмотрим, что же нас ожидает по драгоценному металлу, росту или снижению котировок. Поскольку я говорил, что у нас золото – это защитный актив, и защита, в первую очередь, от инфляции, а также от геополитических рисков, поэтому нам необходимо рассмотреть обе эти составляющих. Безусловно, первая составляющая, самая важная – это инфляционная, а на втором месте уже находится геополитика, поэтому начнем с инфляции. Мы рассмотрим инфляцию в четырех наиболее развитых мировых экономиках. Стоит отметить, что инфляция неоднородная. Одни страны показывают снижение по индексу потребительских цен по инфляционному компоненту, в других странах в последние месяцы, наоборот, присутствует либо рост, либо повышательная тенденция. Начнем с плохого, затем уже рассмотрим более позитивные моменты. Здесь у нас на слайде представлены графики инфляции по двум европейским регионам. Это еврозона, европейский союз, ну и также Великобритания. В Великобритании входит в европейский союз, но не входит в еврозону, поэтому здесь своя валютная зона, и поэтому необходимо рассматривать два данных региона раздельно, а не вместе. В еврозоне у нас инфляция, как вы видите, она у нас в синей линии обозначена, нижняя линия. Инфляция у нас замедляется, мы видим сокращение индекса потребительских цен. Согласно последнему релизу за июль 2014 года, инфляция в еврозоне у нас находится на отметке 0,4% в годовом отчислении. Это очень и очень негативно, как для экономики, так и для курса европейской валюты, что мы и наблюдаем. В последнее время очень сильная распродажа, вот у нас текущая котировка по евро-доллару 1.32.66. Еще в мае месяце мы наблюдали, буквально 3 месяца назад, мы наблюдали значение практически 1.40. Как вы видите, 3 месяца мы скатились на более чем 700 пунктов, и в большей степени как раз связаны именно с инфляцией. Поэтому инфляция это очень важный индикатор не только для золота, но также и для валютного рынка. И также он оказывает влияние на другие рынки, на товарные рынки и на фондовые площадки, и в том числе на облигации. В общем, все 4 ключевых финансовых рынка это валютный рынок, облигационный, товарный. Золото относится к товарному рынку. И фондовые рынки торгуются акции. У нас как раз инфляция очень важный индикатор для всех этих рынков. В Великобритании инфляция, конечно, немного повыше. По согласно последнему релизу, 1,6% в годовом исчислении, тем не менее, она находится ниже ключевого уровня в 2%. У Европейского Центробанка и у Банка Англии ключевой уровень по инфляции 2%. И, как вы видите на слайде, мы находимся ниже этой линии, красной линии 2%. Соответственно, инфляционное давление в еврозоне и Великобритании. Оно сейчас либо низкое, либо вообще крайне низкое, катастрофически низкое, что касается еврозоны. И в этой связи, скажем так, трудно рассчитывать на рост котировок золота, вот согласно данным по инфляции в еврозоне и Великобритании. Допустим, в Великобритании у нас в июне инфляция была 1,8%, то есть недалеко от границы 2%, то вот уже согласно последнему релизу в июле месяце мы увидели инфляцию на отметке 1,6%, то есть увидели снижение по инфляции на 0,2%. В общем, инфляция сокращается в этих государствах, и это негатив для роста котировок золота. То есть, как мы уже говорили, если нету сплеска инфляционного давления, значит отсутствует необходимость покупать в большом количестве золота, отсутствует необходимость хеджировать риски. Рассмотрим следующие две ключевых экономики мировых, это Штаты, ведущие мировой экономикой, и Япония, которая совсем недавно была второй мировой экономикой, но вот уже начинает врачивать свои позиции. И сейчас уже на этом месте находится Китай, и вполне возможно, что Китай будет претендовать на роль первой мировой экономики. Но, естественно, что Штаты в этом не заинтересованы, и будут делать все возможное для того, чтобы Китай на первое место не вышел. Как мы видим, в Японии у нас тоже рост был ниже целевого уровня 2%, то же самое рост был инфляцией ниже целевого уровня и в Штатах. Но вот в последнее время мы наблюдаем всплеск инфляционного давления, то есть инфляция усиливается, причем резкое усиление, вы можете видеть на своих мониторах, наблюдается именно в Японии, в стране восходящего солнца. Это связано в первую очередь с повышением налоговой нагрузки. 1 апреля в Японии была повышена ставка налогов с продаж, до 1 апреля ставка равнялась 5%, с 1 апреля 8%. Как раз именно после этого повышения мы сразу же увидели такой резкий рост котировок, потому что корпорации эти 3%, повышение налогов с продаж на 3% с 5 до 8%, они как раз уже заложили в цены на свою продукцию, и естественно, что цены подскочили, и на этом фоне мы увидели всплеск инфляционного давления в последние месяцы. В Штатах инфляция тоже потихонечку набирает обороты, мы уже видим, что согласно последнему релизу, который был у нас опубликован на этой неделе, инфляция в годовом учислении в июле месяце ставила 2%, но здесь необходимо понимать, что это всего лишь навсего у нас инфляция находится на отметке 2% в годовом учислении всего лишь несколько месяцев. В последние 2-3 месяца в Японии и в Штатах, а до этого инфляция была крайне-крайне низкая, крайне слабая, поэтому сейчас здесь тоже не стоит говорить, что здесь у нас резкий такой инфляционный рост, но тем не менее ситуация гораздо лучше, чем допустим в еврозоне Великобритании. Но необходимо понимать, что эта инфляция согласна данным в годовом учислении по последним 2-3 месяцам, тем не менее нам необходимо, чтобы у нас был стабильный инфляционный рост на периоде 12 месяцев, чтобы мы имели хорошую годовую инфляцию. Ринат, добрый вечер, приветствуем вас, присоединяйтесь к нам. Поэтому то, что у нас есть рост последние 3 месяца, это еще ничего не означает, что у нас рост на протяжении 12 месяцев. То есть нам необходимо, чтобы инфляция по-прежнему была высокой на протяжении еще длительного периода времени. Поэтому здесь у нас есть небольшой позитивный такой звоночек в Штатах и в Японии. Но вот что касается еврозоны и Великобритании, там у нас в еврозоне умеренный негатив, нет, простите, в Великобритании умеренный негатив, а в еврозоне негатив просто полномасштабный. Здесь мы находимся на пороге дефляции и в целом можно охарактеризовать инфляцию в мире как сдержанную, как ниже целевого уровня. Поэтому если инфляция ниже целевого уровня, уровня центральных банков, значит отсутствует необходимость хеджировать инфляционные риски. Поэтому золото сейчас для инвесторов неинтересно. Теперь необходимо рассмотреть геополитику. Также еще рассмотрим американские облигации. Это тоже инфляционный компонент, а потом рассмотрим геополитику. Американские облигации, нам в первую очередь интересны 10-летние облигации, так называемые трежерис. Они оказывают очень сильное влияние на золото, а также на валютный рынок Форекс, на американский доллар. Потому что 10-летние американские облигации, их доходности отражают перспективы либо смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США, либо наоборот ужесточения монетарной политики. Когда у нас доходности растут, значит есть ожидание, что ставки по федеральным фондам будут подниматься. Что благоприятно для доллара, а также будет в долгосрочной перспективе поддерживать спрос на золото. Потому что если у нас растут ставки доходности по американским 10-летним трежерис, значит участники рынка рассчитывают на инфляционное давление. И естественно, что со временем инвесторам придется хеджировать свои инфляционные риски. Естественно, что допустим в моменте участники рынка могут не отреагировать на рост доходностей, но через некоторое время рост доходностей инвесторы на рынке золота будут отыгрывать, потому что если доходности растут, значит есть инфляционные ожидания, инфляционные ожидания повышаются, соответственно необходимо хеджировать инфляционные риски. Поэтому, когда вы анализируете перспективы золота, всегда необходимо также смотреть на доходности по американским 10-летним трежерис. Где можно посмотреть? Сейчас очень много информационных сайтов в интернете, не будем давать им бесплатную рекламу, просто можно открыть любой поисковик, которым вы пользуетесь, написать, посмотреть, допустим, график доходности 10-летних американских облигаций или американских трежерис 10-летних, и там вы увидите и текущую цену данных облигаций, и график доходности. Сейчас век информационных технологий, и это не составляет большого труда. Пользуйтесь поисковиками. Рекламу бесплатную давать не будем данным ресурсам. Так вот, если посмотреть на американские облигации, и, как вы видите, за последний год их доходы снижаются, не сказать, что бы прям такой катастрофический обвал, но, тем не менее, еще в начале текущего года, в январе месяце, у нас ставка доходности была равна практически 3%, около 3% отметки. Мы находились 2,99-2,98, в общем, плюс-минус 3%, и то вот текущая отметка по доходности 2,46 копейками, то есть мы упали чуть более полпроцента за последние 7,5 месяцев. Что нам указывает на то, что участники рынка не видят усиления инфляционного давления? Если участники рынка не видят усиления инфляционного давления, то значит, не стоит сейчас покупать золото, потому что, как я уже говорил, золото используется, когда у нас растет инфляционное давление, чтобы инвесторы его использовали для того, чтобы перекрыть вот эту инфляцию и получить положительную доходность. Поскольку у нас инфляционного давления нет, значит, инвесторы, имеется в виду инфляционные инвесторы, крупные коммерческие фонды, пенсионные фонды, страховые фонды, хедж-фонды, под их управлением находятся очень большие гигантские суммы, особенно у пенсионных фондов. Необходимо понимать, что, допустим, рынок облигаций, а также рынок золота очень активно используется данными институтами, профессиональными участниками финансовых рынков, и поэтому, если сейчас они не видят усиления инфляционного давления участники облигационного рынка, то, значит, его либо нет, либо оно незначительное. Как мы до этого смотрели на слайды по инфляции еврозоны, Великобритании, Японии и Штатов, здесь действительно мы не наблюдаем особого сильного инфляционного давления. Где-то инфляция подскочила в последние месяцы, где-то, наоборот, сильно снизилась. В среднем она по-прежнему ниже целевого уровня, то есть всплеска инфляции мы не видим. Рассмотрим геополитику, значит, мы разобрались с первой частью, то есть у нас на золото в первую очередь влияют два ключевых фактора, это инфляция и все, что с ней связано, это в том числе и доходности американских десятилетних трежерис, это все мы отнесем к инфляции, все инфляционные компоненты, то есть инфляции мы не видим, соответственно, у нас пока нет предпосылок для того, чтобы покупать золото с одной стороны. Теперь рассмотрим геополитику, здесь не так все просто, здесь ситуация такая неопределенная, с одной стороны, на текущий момент можно с уверенностью сказать, что геополитические риски уже заложены в цену золота, потому что у нас геополитика правила балом на протяжении большей части времени текущего года, на этом фоне мы наблюдали рост котировок золота, если в начале года мы по золоту торговались на отметке 1237 долларов за унцию, то в моменте котировки золота подрастали в область 1391, то есть рост был чуть более 150 долларов, достаточно неплохой такой рост мы наблюдали, и можно сказать, что уже эти геополитические риски заложены в котировке, и сейчас не стоит ожидать, что мы на текущих геополитических факторах, на той тенденции, которую мы имеем, пойдем дальше вверх именно на геополитике, это с одной стороны, с другой стороны, все равно присутствуют некоторые риски, потому что всегда может появиться какой-то новый конфликт, вот допустим, сначала у нас в начале года была ситуация вот такая нестабильная на Украине, сначала именно внутри Украины, потом Россия включилась в это дело, потом уже Штаты подключились, Евросоюз, и естественно, что вот эта ситуация, она будоражила умы всех инвесторов, потом к этой нестабильности добавилась ситуация в Ираке, когда боевики стали захватывать города на севере страны, там находятся нефтеперерабатывающие заводы, в общем, все это тоже оказывало риски на рынок черного золота, на рынок нефти, и мы также наблюдали в начале лета резкий рост котировок на нефть. Потом у нас совсем недавно появился фактор уже в секторе газа геополитический, здесь мы также видим вооруженные предстояния между Израилем и Палестиной, вполне возможно, что в ближайшее время какой-то из этих конфликтов может усилиться, либо вполне возможно, какой-то новый появится геополитический риск, поэтому мы такой вариант исключать не можем, поэтому всегда присутствует такая вот геополитическая неопределенность, которая может в определенный момент двинуть котировки вверх. Но необходимо понимать, что это будет в краткосрочной перспективе, то есть мы можем немного на этом подрастить, тем не менее, поскольку у нас, как я уже говорил, сейчас нету всплеска инфляционного давления, все равно инвесторы рост котировок будут рассматривать для того, чтобы продавать золото. Рассмотрим роль нефти на рынок золота. Нефть является важнейшим энергоносителем нашей цивилизации, и поэтому неудивительно, что котировки нефти, рынок нефти подвергается пристальному вниманию со стороны участников финансового рынка. Нефть оказывает очень сильное влияние на инфляционные процессы, как я уже говорил, золото и инфляция имеют очень сильную взаимосвязь, поэтому нефть нам тоже необходимо рассматривать, что же происходит на рынке нефти. Если у нас на рынке нефти наблюдается рост, рост достаточно сильный, то глупо говорить о снижении котировок золота, и наоборот, если у нас на рынке нефти наблюдается снижение, то глупо рассчитывать на то, что золото будет стоять на месте или будет расти. Если посмотреть на график нефти, вот здесь на слайде представлен график нефти, марки Brent, недельные свечи, то, как мы видим, в последнюю неделю снижение котировок нефти ускорилось. Здесь также на графике вы видите скользящую среднюю, это у нас 40-недельный скользящий средний или 200-дневный скользящий средний. Такой очень хороший индикатор. Индикатор трендовый для того, чтобы отследить такие долгосрочные тренды, именно долгосрочные, не среднесрочные, а долгосрочные. Естественно, что это не идеальная модель, вот это такая вот скользящая средняя 200-дневная или 40-недельная. Если вы разделите 200 дней на 5, у нас в неделе 5 торговых дней, то вы получите значение 40, поэтому здесь представлена 40-недельная скользящая средняя. Но вот в учебниках по теханализу в основном встречается цифра 200-дневная скользящая средняя, поэтому это все одно и то же. Естественно, что это не идеальный индикатор, это просто всего лишь навсего дополнение к уже имеющейся фундаментальной картине. Если у нас фундаментальная картина показывает вниз, и цен находится ниже вот этой скользящей средней, то это очень и очень хорошо для того, чтобы смотреть на позиции на продажу. Так вот, у нас текущая цена находится ниже. Вот эта 40-недельная скользящая средняя, значит у нас тенденция нисходящая по нефти. В последние недели снижение нефти ускорилось. Сначала мы наблюдали рост котировок в начале лета, до мы установили свежий максимум текущего года 2014-го вот эту область. После чего мы стали снижаться. Почему мы стали снижаться, наверное, тоже некоторые участники вебинара могут спросить. С одной стороны, вроде бы я недавно говорил о том, что у нас есть геополитические риски, о том, что ситуация в Ираке нестабильная, там боевики орудуют, террористы захватывают районы, города, нефтеперерабатывающие заводы, тем самым сокращаются поставки нефти. С одной стороны, вроде бы из Ирака, что негативно для рынка нефти. Предложение уменьшается, соответственно, спрос увеличивается, и цена на них должна расти. Да, действительно, все так и было вот в начале лета. Как раз именно на этом фоне негативном из Ирака мы росли. Потом вот в это время, в июле месяце, вот примерно вот в этой области на графике, штаты вышли с заявлением, Министерство энергетического сектора штатов вышло с заявлением о том, что штаты впервые за последние 40 лет разрешают двум своим частным компаниям, в которых есть в том числе и государственное участие, государственным капиталом определенным, частным компаниям разрешают продавать нефтепродукты на экспорт. Тем самым штаты увеличивают предложения на рынке. С одной стороны, у нас вроде бы было некоторое сокращение предложения, вызванное событием в Ираке. И вот штаты вот в этой области в июле месяце, они вышли с заявлением о том, что они данные дефицитные предложения могут восполнить вот именно через эти две компании, которые будут поставлять нефтепродукты на рынок. И на этом фоне мы увидели распродажи котировок нефти, потому что, естественно, событие такое неординарное, представляете, да? 40 лет штаты запрещали своим компаниям работать на экспорт, то есть импортировать нефть. Вся нефть находилась именно в штатах, никуда она за пределы штатов не выходила. И тут впервые за 40 лет сделано такое официальное разрешение для того, чтобы на экспорт в другие государства отправлять нефтепродукты. Естественно, что участники рынка испугались, потому что раз штаты пошли на такое неординарное событие, впервые за 40 лет должно было что-то произойти такое чрезвычайное, чтобы штаты пошли на такой шаг. И вот эта боязнь, она привела к тому, что мы увидели сразу же закрытие всех длинных позиций по нефтяным фьючерсам. И в итоге мы увидели распродажи котировок нефти. Что касается текущей котировки, то вот мы видим, текущая недельная свеча, она по-прежнему медвежья. Мы находимся на минимальных значениях текущего 2014 года. И вот следующий у нас уже уровень поддержки по нефти марки Brent, он у нас расположен на отметке 99.46. Вот этот уровень 99.46, текущая котировка по нефти марки Brent 12.13, вполне возможно, что мы пойдем именно к этому уровню, потому что сейчас у нас нету больше такого сильного сопротивления здесь вот в ближайшей области. И вполне возможно, что мы немного протестируем, или у нас будет ложный пробой, или там мы будем консолидироваться. То есть нефть у нас будет либо снижаться еще некоторое время, либо будет находиться на месте, что в целом негативно для инфляции. Поскольку нефть снижается, значит у нас снижается инфляционный компонент. Нефтяной компонент в инфляции, он тоже так же снижается, поэтому инфляция, если уж не будет снижаться сильно, то по крайней мере не будет расти. То, что нефть очень сильно оказывает влияние на инфляцию, вы можете также посмотреть и на релизы по инфляции в той же самой еврозоне, в тех же самых штатах, а также, допустим, в Великобритании. В июле месяце у нас инфляция везде снижалась. Как раз это было связано с тем, что у нас было в июле месяце сильное снижение цен на нефть. То есть нефть очень сильно обвалилась, и, соответственно, это тоже все оказывало понижательное давление на инфляцию. И все релизы из ведущих экономик мировых у нас показали снижение по инфляции. В еврозоне впервые в истории у нас инфляция снизилась до отметки 0,4% в годовом отчислении. И как раз Европейский Центробанк, глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что это снижение было связано в большей степени как раз со снижением цен на энергоносители, то есть снижением цен на нефть. Поэтому нефть оказывает очень сильное влияние не только на валютный рынок Форекс, но и также на смежные товарные рынки, в том числе большую роль оказывает на золото. Поэтому, если вы торгуете золотом очень активно или периодически, всегда также следите за нефтью. Так, поступили вопросы. Александр, сколько лет вы варитесь в этой сфере? Большое спасибо за вопрос. Если вы имеете в виду, занимаюсь трейдингом, то с 2007 года, тогда я только начинал, был новичком, потом уже стал более так углубленно практиковаться, как стал более теорически углубленно, так же и заниматься практикой. Поэтому с 2007 года я занимаюсь трейдингом и до сих пор им занимаюсь. Мне это занятие нравится. И вот в последнее время работаю аналитиком в компании Фрешфорекс. Так, рассмотрим еще один ключевой фактор, роль доллара. Почему необходимо смотреть на роль доллара? Вот мы поговорили об инфляции, о геополитике. Как вы видите, очень много факторов, с одной стороны, вроде бы влияют на золото. И кто-то может сказать, наверное, как у вас здесь все сложно. Наверное, необходимо попроще. Просто там настроил индикаторы теханализа на график и торгуй себе потихонечку. Но вы знаете, индикаторы теханализа не все хорошие результаты. А если у нас есть тренд определенный, то индикаторы теханализа вообще практически не работают. Вот, допустим, у нас сейчас очень хороший тренд, нисходящий в паре евро-доллар. Там очень много и дивергенции у нас сформировано, и конвергенции, и всего остального. И тем не менее, у нас тренд вниз. Статистика очень слабая, фундаментальная. По еврозоне штаты показывают либо позитивную, либо умеренно позитивную статистику. Поэтому тренд у нас очень сильный медвежий. И, скажем так, цене абсолютно плевать на все эти индикаторы технического анализа. Она идет сама по себе. А уже индикаторы теханализа идут за ней. Поэтому не стоит думать, что так все у нас сложно. Если просто немного потратить времени на изучение как рынка золота, так и валютного рынка форекс, то будет все более-менее достаточно понятно. Естественно, что какие-то моменты будут непонятны, но тем не менее, общие тенденции, которые влияют на котировки, изучить можно. И, с одной стороны, для вас это будет позитивно в том плане, что вы всегда сможете построить для себя различные опережающие индикаторы. Вот, допустим, если вы посмотрите на два графика, включите в своем торговом терминале графики золота, а также графики нефти, то вы увидите, что, допустим, в июле у нас нефть очень сильно падала. Как я сейчас говорил, нефть это очень сильный инфляционный компонент. А тем не менее, в июле золото снижалось достаточно так умеренно, то есть сильного такого падения золота не было. Естественно, что на этом фоне можно сделать такой вывод, что нефть у нас как опережающий индикатор можно использовать. И поскольку нефть очень сильно падает и в августе, а золото опять у нас по-прежнему в августе падает так умеренно, снижение такое сильное активизировалось буквально в последние несколько дней, то нефть может использовать как опережающий индикатор, и тем самым вы уже можете быть готовы к тому, чтобы думать о шортах по золоту. Так вот, рассмотрим роль доллара и затем уже перейдем полностью к нашей инвестиционной идее ставка на золото. Доллар тоже оказывает очень сильное влияние на рынок золота. Если доллар растет, то золото снижается. Такое у нас базовое правило о финансовых рынках. И наоборот, если доллар снижается, то золото растет. Что мы наблюдаем в последнее время? Здесь у нас на слайде представлен график долларовой корзины. В вашем торговом терминале MedTrader 4 FreshForex есть такой инструмент, он называется DXY. Это как раз индекс долларовой корзины USDX. Этот индикатор помогает нам оценить силу доллара против основных своих конкурентов. В этот индекс включаются и европейская валюта, и британские фунты, и японская иена, и шведская крона, и швейцарский франк. В общем, здесь нам данный индикатор, данный индекс помогает оценить, насколько силен или слаб доллар против своих основных конкурентов. Если доллар сильный против своих основных конкурентов, значит это негатив для золота и наоборот. Что мы наблюдаем в последнее время? Мы наблюдаем достаточно хороший рост индекса доллара против своих основных конкурентов. То есть, индекс доллара растет. В последнюю неделю, на текущей неделе, рост ускорился. Мы увидели прорыв очень сильного такого сопротивления. У нас на минувших неделях было обновление максимального значения текущего года. Вот в январе мы установили максимум, потом мы снижались по индексу доллара. То есть, доллар снижался против большинства конкурентов. И потом уже мы увидели рост доллара. Совсем недавно, в начале августа, в конце июля-начале августа, мы установили новый максимум 2014 года, новый экстремум. Потом мы консолидировались вот эти две недели. Видите, такие маленькие тела обычаи. Тем не менее, тенденции восходящие. Умеренно восходящие тенденции. Тела закрывались ростом. И вот на этой неделе рост ускорился. Мы прорвали эту консолидацию. И теперь у нас уже следующий сильный уровень сопротивления находится чуть выше. Поэтому мы вполне еще можем расти. И даже вполне возможно, что мы будем тестировать и пойдем еще выше вот этого второго уровня сопротивления. Как я уже говорил, рост доллара негативный фактор для золота. Таким образом, давайте подведем сейчас полностью фундаментальную картину. И затем уже перейдем к технической картине. Посмотрим на наш торговый терминал Меттрейдер 4. Что мы имеем по фундаменталу? Инфляция у нас показывает на снижение золота. То есть, всплеска инфляции у нас нет. Соответственно, нету сейчас нам смысла покупать золото. Поэтому, получается, получаем сигнал на продажу. Геополитика пока тоже показывает нейтральный фон. Текущая геополитическая напряженность уже в ценах. Поэтому дальше, если она будет, то мы некоторый рост можем увидеть. Если ее не будет, тогда мы не увидим рост котировок золота. Что касается нефти, то нефть снижается. Снижалась в июле, снижается в августе. Снижается в том числе и сегодня. Сегодня мы также наблюдаем снижение котировок золота. Если вы посмотрите на дневные свечи. Поэтому нефть также выступает за снижение котировок золота. Индекс доллара растет. Соответственно, данный фактор тоже выступает за снижение золота. Получается, по фундаментальному анализу мы получаем нисходящий тренд на ближайшее время. Я не скажу, что нисходящий тренд до конца года, но тем не менее, на ближайшие месяц-два мы получаем нисходящий тренд по фундаментальному анализу на рынке золота. Теперь рассмотрим уже техническую картину. Сейчас включим трансляцию рабочего стола. Уважаемые коллеги, напишите, пожалуйста, в чат, видно или нет трансляцию рабочего стола. У вас на Майторах должен появиться торговый терминал Меттрейдер 4 компании Фрэш Форекс. График золота. Нет, не видно. Давайте тогда перезагрузим. Попробуем еще раз. Сейчас видно, нет. Меттрейдер 4. Да, отлично. Большое всем спасибо. Рассмотрим уже техническую картину нашей, скажем так, второй стороны медали. Текущая котировка по золоту 1276.60. У нас можно выделить очень такой был сильный уровень поддержки 1280-30. Вот минимальное значение экстремум данной недельной свечи, то есть экстремум июля месяца. Сегодня мы его пробили только лишь всего лишь навсего сегодня. Сейчас мы его пробиваем. Не пробили, а пробиваем. И мы должны закрепиться за этим уровнем. Получается, в последние 5 дней, вот раз, два, три, четыре, пять, мы видим нисходящую тенденцию по золоту. Как мы уже говорили, фундаментал нам показывает тренд вниз. В последние 5 дней мы видим нисходящую тенденцию. Если минувшую неделю мы закрывали на отметке 1340.40, то текущая котировка 1276.00. Мы, получается, провалились на текущей неделе на 28 пунктов. Так вот, также посмотрим на индикаторы скользящие средние. Такие достаточно неплохие трендовые индикаторы. Но, как я уже говорил, необходимо их использовать только в комплексе с фундаментальным анализом, чтобы у нас и теханализ показывал тренд вниз, и фундаментальный анализ тренд вниз. Тогда мы имеем комплексное решение, тренд вниз. И можем уже думать об открытии позиций. Так вот, можно построить две скользящие средние. Одну с периодом 21 короткая, 21 дневная скользящая средняя. График дневной, период 21. Синяя скользящая средняя. И вот вторая скользящая средняя, она зеленая. Это уже такая трендовая, скажем так, период 130 дней. Что мы видим? Мы видим, что короткая скользящая средняя находится ниже, чем более длинная скользящая средняя. Значит, это нам указывает на то, что у нас тоже тренд вниз. Цена находится ниже обоих скользящих средних. Значит, скользящие средние нам показывают тенденцию вниз, правда, не такую ярко выраженную. То есть, такой наклон скользящих средних вниз небольшой, что короткая, что длинная. Поэтому тенденция вниз по скользящим средним на дневном графике, но не такая ярко выраженная. То есть, умеренная такая нисходящая тенденция. Уровень. Мы сейчас тестируем очень важные 1280. Индикаторы теханализа у нас показывают сейчас, что мы на дневном графике по RCI, по осциллятору RCI подходим в зону перепроданности. Но, тем не менее, мы еще в нее не вошли. И даже мы из нее еще не вышли. Поэтому сейчас рано говорить о том, что золото у нас перепродано. Если посмотрим на недельный график, то здесь мы видим, что в целом можно выделить, что золото у нас находится в таком, скажем, треугольнике. Можно даже ли это как треугольник. Одна грань находится вот так. Мы можем ее прочертить. Вторую грань можем, допустим, вот так от этого максимума. Можем либо так прочертить, либо, допустим, эту грань удалить. И можем по более последним данным прочертить треугольник. Если вы посмотрите на долгосрочную перспективу, то мы видим, что этот треугольник у нас нисходящий с тенденцией вниз на недельном графике. И вот сейчас у нас такой треугольник. По правилам теханализа, графического анализа, у нас тоже есть такое предположение, что с треугольником мы дальше выйдем по тренду. В большинстве случаев, еще раз подчеркну, не всегда, не 100%, но в большинстве случаев мы должны выйти по тренду, то есть направление основной тенденции, тенденции вниз. Поэтому графический анализ нам тоже дает такой сигнал, что мы можем дальше выйти вниз. Но для этого нам необходимо, чтобы вот у нас проходит нижняя грань, это область примерно 1270 с копейками плюс-минус, чтобы у нас недельная свечка закрылась ниже данной области 1268-30. Вот можно ее как выделить. В целом у нас получается, что и теханализ, и фундаментальный анализ указывают на нисходящую тенденцию. Не скажу, что тенденция прям такая 100% сильная, тем не менее тенденция нисходящая, и ее также можно использовать на период 1-2 месяца для того, чтобы на этом заработать. Если есть возможность заработать, то почему бы не заработать. Теперь уже рассмотрим непосредственно инвестиционную идею, что же это за инвестиционная идея. Депозит 3000 долларов, такой вот торговый план, конечно у вас возможно он другой, у кого-то больше, у кого-то меньше, но вот здесь расчеты представлены для депозита 3000 долларов. Если у вас депозит другой, тогда вам уже придется самостоятельно произвести перерасчет. Необходимо выделить два вида инвестирования, всегда выделяют два вида инвестирования. Консервативное, те, кто не любит много рисковать, и агрессивное, те, кто готовы рискнуть. Так вот, если вы придержитесь консервативного инвестирования, то риск на сделку у вас составит 3%, то есть вы можете потерять максимально 90 долларов от 3000. Это максимальный риск. Возможно, что риск будет и меньше. Максимальная доходность 5,66%, то есть соотношение риск-доход 1,88. То есть это не 3 к 1, не 5 к 1, но тем не менее очень близко к соотношению 1-2. Почему, возможно, некоторые трейдеры спросят, почему такое соотношение 1,88, если, допустим, в нашей первой инвестиционной идее, которую мы проводили в августе, в июле, простите, назывался на «Европейский медведь» по паре евро-доллар, там соотношение было гораздо больше. Необходимо отметить, что, как вы видите, сегодня у нас золото снижается, и, допустим, у нас котировка открытия дня была от 1980, а текущая цена уже гораздо ниже, и поэтому пришлось точки входа немного исправить уже в сторону немного похуже, чем изначально планировалось. То есть, когда я готовил данную инвестиционную идею, в конце минувшей недели, в начале этой недели, то цены на золото были другие. Допустим, в конце минувшей недели цена на золото была выше 1300. Но вот, когда мы уже подошли к нашему вебинару в четверг в 5 вечера по Москве, то золото упало до этого довольно-таки прилично, и поэтому уже здесь у нас немного другие точки входа, и наша доходность немного уменьшилась. Если бы у нас цены были бы немного повыше, как в начале недели, допустим, то у нас уже соотношение риск-доход было бы больше, чем 2 к 1. Но, тем не менее, мы чуть меньше 2, тем не менее, 1,88 тоже такое неплохое соотношение риск-доход. Что нам необходимо делать для того, чтобы реализовать данную инвестиционную идею? Нам необходимо зайти в наш терминал MedTrader4, который мы сейчас смотрели совсем недавно, и там необходимо продать золото двумя частями. Необходимо установить отложенные ордера, ордера Sell Limit в вашем торговом терминале, лоты 001 и 001, то есть минимальные лоты. Мы продаем золото на двух уровнях, 1280 и 1330. Возможно, у вас сразу возникает вопрос, если, допустим, у нас тенденция нисходящая, зачем тогда мы продаем, устанавливаем ордер на отметке 1330, не проще ли сразу же все продать? Я сейчас объясню, почему я придерживаюсь именно такой концепции. Я всегда придерживаюсь концепции частичного входа сделки, потому что мы не знаем, насколько точно у нас будет откат. Допустим, мы можем открыться, и откат у нас не будет. Вот, допустим, первая наша инвестиционная идея, которую мы проводили в этом году, европейские медведицы, если кто ее смотрел в режиме онлайн или в записи, то они могли увидеть, что там цена точка входа первой была 1340, и у нас максимальная котировка после нашего вебинара была 1344. То есть у нас откат был от точки входа всего лишь на 4 пункта, и потом мы пошли по тренду в направлении нашей инвестиционной идеи. И сейчас те, кто открывались по этой инвестиционной идее, имеют достаточно хорошую прибыль, потому что, посмотрите, текущая котировка по евро-доллару 1.3268 открывалась на 1.3440. Достаточно хорошая прибыль, там чуть более 170 пунктов. Поэтому мы не знаем точно, сколько у нас будет откат, возможно, мы дойдем до 1280, поднимемся от текущей котировки по золоту, она у нас 1276,7. Возможно, чуть выше, поэтому лучше всего заходить частями. Поэтому как раз я и придерживаюсь такого мнения, что лучше заходить частично в 2 или в 3 захода. Почему, допустим, уровень 1300? Как я уже говорил, у нас все-таки присутствуют геополитические риски, вполне возможно, что будет либо... эскалация старых, либо появится новый, поэтому на этом фоне в краткосрочной перспективе золото может подрасти. А уже оттуда инвесторы опять будут его продавать с большим удовольствием. Поэтому мы в том числе учитываем и такой момент. Потому что, допустим, если мы откроемся на отметке 1208, и стало у нас золото в моменте, допустим, подрастет на 1330, и оттуда повалится уже к 1200, то мы сначала будем просто получить просадку, а потом уже получим профит. А если мы откроем частично, в том числе на отметке 1330, в этой области там сильные экстремумы расположены, 1222, 1225. Ну вот я поставил уровень чуть повыше, 1230, в расчете на возможный ложный прокол данных сильных экстремумов. Потому что у нас очень часто бывают ложные проколы экстремумов, поэтому тем самым нам такая коррекция, она не страшна, мы тем самым еще увеличим свою короткую позицию и будем тоже получать от этого доход. Поэтому продаем от отметок 1280, 1330, стоп-лосс 1350, тейк-профит 1220. Если у вас инвестирование агрессивное, то есть у вас терпимый подход к риску, то мы рискуем 6% на сделку, то есть от 3000 долларов депозита у нас риск 180 долларов, и максимальная доходность, это максимальный риск, еще раз подчеркну, риск, возможно, будет и меньше. Вот, допустим, по паре евро-доллар у нас там риск значительно меньше, по инвестиционной идее европейский медведь, потому что, скорее всего, уже вторая точка входа у нас не откроется, открылась всего лишь на всего первая, и поэтому риск меньше. Если у нас открываются две точки входа по золоту 1280 и 1330, то у нас риск получается максимальный будет у нас 3% и 6% соответственно. Но, возможно, что мы дойдем, допустим, до первой точки входа 1280 с копейками и пойдем по тренду, как, допустим, по аналогии с инвестиционной идеей европейский медведь. В общем, как будет точно, где мы точно остановимся и пойдем вниз, я этого не знаю, вы этого тоже не знаете, этого не знает никто, поэтому мы заходим частично, чтобы нам не гадать, докуда у нас может быть максимальный рост золота, мы поэтому заходим частично на этих уровнях. Так вот, при агрессивном инвестировании максимальный риск 6%, максимальная доходность 11,32%. Лоты в методрейдере продажа золота, то есть лимитные ордера, SEO-лимит в вашем торговом терминале 0,02 и 0,02 от отметок 1280-1330. Стоп-лосс ставим 1350, тейк профит 1220. Данная инвестиционная идея актуальна до 15 октября 2014 года, если у вас ордера не открылись, то вам необходимо снять данные ордера. Если у вас позиция открыта, но, допустим, у вас не сработал ни стоп-лосс, ни тейк профит, тогда вам тоже необходимо данную позицию будет закрыть. Почему до 15 октября? Потому что у нас в конце октября заседание Федрезерва, и там уже возможны различные всплески волатильности на этом фоне. Почему возможно? Потому что у нас в октябре ФРС окончательно выйдет из QE3, и поэтому на этом фоне можно ожидать определенной волатильности. Поэтому, чтобы нам под эту волатильность не попасть, мы за неделю, за полторы недели до Федрезерва выходим из данной позиции. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Наш у меня подходит к завершению, и я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. То есть есть прямая связь золото-нефть-доллар между друг другом, кто является опережающим в этом случае. Виталий, большое спасибо за вопрос. Вы совершенно правильно поняли, что есть данная взаимосвязь, кто является опережающим. На золото очень сильно влияет и доллар, и нефть в том числе. Потому что, понимаете, здесь трудно сказать, кто больше является опережающим, допустим, нефть или доллар. Все оказывает влияние, и все оказывает в равной степени. Допустим, в моменте может быть золото выйти в качестве опережающего индикатора, в другом моменте может выйти доллар. Поэтому здесь не стоит смотреть, кто именно опережающий индикатор. Необходимо смотреть все три данных графика, если что касается теханализа. Смотрим и золото, и нефть, и доллар, и тогда уже выявляем, что же у нас за текущая ситуация. Либо она понижательная, либо она восходящая. Взаимосвязь между тремя этими активами, она есть, она очень высокая. Но всегда помните, что золото, это в первую очередь хэш от инфляции в большей степени, и в меньшей степени это защита от различных геополитических рисков, от различных катастроф, наводнений, от различных вооруженных действий. Скажем так, если взять, допустим, соотношение 100%, то процентов 70% это инфляция, влияет на золото, и 30% это геополитика и остальные форс-мажоры. На инфляцию очень сильно влияет, в том числе и нефть, это очень такой сильный инфляционный компонент, поэтому нефть влияет на инфляцию, и инфляция влияет на золото. Вот такой здесь получается расклад. Как мы видим, сейчас не стоит ожидать всплеска инфляции, потому что у нас и участники облигационного рынка этого не ожидают. Также мы видим снижение нефти, а снижение нефти нам указывает на то, что всплеск инфляции в ближайший месяц-два не ждите. Что будет дальше, поживем, увидим. Пока что на ближайшие 2, 3, 4, 5, 6 недель всплеска инфляции не ожидайте, об этом нам говорят котировки нефти. Поэтому мы этого не ожидаем, и мы присматриваемся к продажам золота. Уважаемые коллеги, задавайте еще, пожалуйста, свои вопросы. Если вам данная инвестиционная идея понравилась, то вы можете по окончанию нашего вебинара установить лимитные ордера. Как вы видите, прям сразу же с рынка заходить не надо, не нужно сразу же бросаться, бросать все свои дела и сразу же бежать открывать сделку по рынку. В наших инвестиционных идеях мы вам предлагаем устанавливать лимитные ордера, то есть торопиться не нужно. Устанавливаем лимитные ордера, sell limit, устанавливаем точку входа, stop loss, take profit и ждем до 15 октября. Либо получим убыток, либо получим плюс и уже следим за результатами. Как открыть график индекса доллара? Сейчас тогда я вам покажу уже наглядно. Напишите, пожалуйста, в чат, видно ли эта трансляция у рабочего стола. Должен появиться терминал MedTrader 4. Да, отлично. Так вот, смотрите, вы нажимаете правой кнопкой мыши, здесь у вас появляется вот такое вот окошечко, выбираете символы, нажимаете на символы. Еще раз подчеркну, правой кнопкой мыши символы. Потом вам необходимо найти фьючерс классик, так, наверное, нет, не фьючерс классик, а индикатив. Да, вот, индикатив. И здесь вы видите вот DXY, US Dollar Index, USDX. Самый последний торговый инструмент. Нажимаете на него, кликаете, чтобы он у вас был желтеньким. После этого нажимаете файл, новый график, и вот выбираете индикатив, и выбираете вот DXY. И у вас появится вот такой график. Вот он, индекс доллара. Он сейчас показывает рост, но вот в текущий день некоторую коррекцию показывает. Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Уважаемые коллеги, задавайте еще, пожалуй, свои вопросы. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Пока вы пишете свои вопросы, хотелось бы сделать небольшой анонс. Завтра, в пятницу, 22 августа, в 10.30 в Москве мы проведем вебинар. Ежедневный обзор валютного рынка, где рассмотрим текущую ситуацию на валютном рынке Форекс. А на будущей неделе мы проведем два тематических вебинара. В среду и в четверг мы проведем вебинары в среду по платформе Flagman Invest. Рассмотрим, как снизить риски при инвестировании через данную торговую платформу Flagman Invest. А в четверг мы проведем вебинар, как необходимо использовать эффективную аналитику. Во все времена в трейдерской среде бытуют разногласия, верить аналитикам или нет. Аналитики бывают разные, фундаментальные, технические. Кто-то говорит, что аналитики ничего не понимают, кто-то говорит, что это вранье, кто-то говорит, что работает достаточно хорошо, кто-то говорит, что работает, но периодически. В общем, мы рассмотрим, как же можно использовать аналитику, что лучше платная и бесплатная аналитика, что такое фреш-прогноз рассмотрим, и как можно с выгодой для себя использовать вот эти прогнозы из нашего аналитического ресурса фреш-прогноз. В общем, все эти вопросы мы рассмотрим в четверг в пять вечера. А в среду в пять вечера на будущей неделе рассмотрим, как же снизить риски при инвестировании через платформу Flagman Invest. И, как обычно, по традиции, на будущей неделе каждый день с понедельника по пятницу в 10.30 вебинары ежедневный обзор валютного рынка Форекс. Уважаемые коллеги, если вопросов нет, большое всем спасибо за внимание. Желаю всем успешной торговли, успешных инвестиций. Если вам данная инвестиционная идея понравилась, можете ее применить, можете инвестировать. Если не понравилась, тогда ничего не делайте, потому что я вам дал информацию, дал вам алгоритм, вы уже сами решаете, нравится вам это или нет. Я вас ни к чему не обязываю, то есть у вас у всех своя голова на плечах, поэтому сами думайте, верный мой прогноз или неверный, и уже сами принимайте решение. В общем, у нас такая консервативная, демократическая политика, наш клиент сам выбирает, что же ему делать. Мы клиента ни к чему не обязываем. Поэтому надеюсь, что вам данный вебинар понравился. И также приглашаю вас на наши вебинары, которые мы для вас проводим ежедневно с понедельника по пятницу. Еще раз желаю всем успешной торговли, попутного тренда и до новых встреч. Так, поступил еще вопрос, как я понял, если доллар вниз, то золото вверх. Ренат, вы совершенно поняли все верно. Если доллар вниз, золото вверх, и наоборот, доллар вниз, золото вверх, золото вниз. Все совершенно верно. Если нефть вниз, то золото вниз. Но опять же, здесь также необходимо смотреть на инфляцию. То есть, не вот нужно думать, что, допустим, если у нас нефть вниз, то и золото прям всегда 100% пойдет вниз. Оно может и не идти вниз, оно может стоять на месте. Поэтому здесь необходимо смотреть все в комплексе. И технический анализ, и фундаментальный анализ. Сегодня как раз мы рассмотрели комплексный подход. Если вопросов нет, еще раз желаю всем успешной торговли и до новых встреч.